Господа, всем доброго времени суток. Меня зовут Саша. Подкаст Туринг Байк Тайм наконец-то выходит из своеобразной комы с новогодним выпуском, в котором мы уже по традиции подведем итоги уходящего на этот раз 2021 года. В прошлый раз мы перемудрились с категориями и сделали огромный топ, который растянулся практически на полтора часа. Пришлось бегло рассказывать про все пункты, поэтому в новом году исправляемся. Во-первых, сегодня у нас в подкасте участвуют не только я и не только Игорь, но и Ваня. Мы обещали, что он будет чаще появляться в наших подкастах, поэтому держим слово. Так, ну, я закончил свою вступительную часть. Ребят, теперь можете поздороваться с нашими слушателями. Всем привет. Всем привет. Отлично. Все друг друга поприветствовали. Веду теперь в курс дела. Какая у нас сегодня тема? Напомню, что в новогодних подкастах мы подводим итоги, и в этом году мы решили сконцентрироваться на пяти главных событиях 2021 года для каждого из нас. Это могут быть как позитивные, так и негативные события, которые связаны с мероприятиями, заездами, велопоходами, в общем, всем-всем-всем, что интересно велотуристам. Каждый по очереди будет делиться одним своим событием, затем мы вместе его будем обсуждать. И, ребят, огромная просьба, которая относится и ко мне, и к Игорю, и к Ване, стараемся не привыкать друг друга, чтобы нашим зрителям было комфортно нас слушать. Вот. Первым начнет Ваня, затем Игорь, и я уже буду в конце. Ваня, тебе слово. Да, спасибо. Начать я хочу с такого мероприятия, как BikeExpo, если я правильно понял, которое проводилось в 2021 году впервые. И оно было спасением после неудачного велопарка, по-моему, да он называется? Поправь, если я не помню правильное название. Да, велопарк. Отличное мероприятие, очень понравилось. Есть такие, наверное, четыре у меня ключевых пункта с того мероприятия. Это, в первую очередь, это Тритон. Это просто великолепные титановые байки, которые ты трогаешь и не веришь, что это металл. У тебя реально складывается ощущение, что это просто муляж или игрушка какая-то. Нереальный вес, нереальный дизайн. Ну и из тех велосипедов, что там были, нереальная оборудка, которая очень круто ощущается. Также очень порадовали наши электровелосипеды, которые по дизайну очень стараются быть похожи на обычные и особо не выделяться. Их представили прекрасные ребята, в частности девушка из Вело Архитектор. Архитектор, как-то так. И в цену у них была очень приятная цена, что больше всего порадовало, конечно, для электровеллов. Еще плюс электровелла, который можно собрать немножко под себя под заказ прям. То есть при желании к ним можно обратиться и сделать себе кастомный электровелл, при том, который будет очень хорошо выглядеть и почти не отличаться от любого обычного городского. Также хочется упомянуть встречу с Алексеем из Outdoor Time, который в данном меме, к сожалению, прекратил свою YouTube-карьеру в связи с личными обстоятельствами. Желаю в этом плане ему всего самого наилучшего, потому что он один из тех, благодаря кому я познакомился с Вело Тематикой, и которая очень долгое время поддерживала. Мой интерес к этому всему делал, пока у меня, собственно, не говоря, не появился велосипед, поэтому это очень была классная и приятная встреча с человеком, за которым ты долго наблюдаешь, ну, и за его контентом. И, то есть, было клево познакомиться и пообщаться. Ну и самое главное, это в целом атмосфера и общение с людьми на этом мероприятии, потому что все было очень круто, было клево также увидеться с ребятами, соответственно, поскольку я на тот момент жил в Питере и, ну, пересекаться получалось крайне редко, и поэтому я был очень рад приехать, увидеться, поболтать. Ну и в целом очень здоровское мероприятие, я думаю, у ребят найдется что-то тоже сказать по нему. Я в целом на этом все. Слушай, Ваня, отлично, в принципе, ты зацепил все такие стенды, которые, кстати, меня не особо зацепили, ну, кроме Тритона. Я, наверное, отмечу, что мне очень понравился стенд Антона Степанова, я не скрываю, я уже давнего фанат, и как раз если у тебя все началось с Алексея Outdoor Time, то у меня как раз моя велосипедная, грубо говоря, деятельность началась благодаря Антону Степанову, я это уже не раз говорил, я начинал смотреть его видео еще очень-очень давно, и, в принципе, всю матчасть, что касается геометрии, там, провисов кареток, наклона у рулевых стаканов и все вот это прочее, я начинал изучать именно с канала Антона. И было тоже очень классно встретиться с ним на выставке, вживую познакомиться, пообщаться, посмотреть на его новые рамы, потому что он делает все это дело в России, что не может не радовать. Если взять вот таких маленьких, грубо говоря, производителей, да, из малого бизнеса, ни формат, там, ни стелс, которые печатают свои велосипеды огромными партиями и занимают очень много ниш, а именно вот такие вот, грубо говоря, малый бизнес, да, взять, таких ребят очень-очень мало. Но сейчас ситуация уже начинает исправляться, даже в туринговом сегменте, например, многие, наверное, смотрели на канале Дмитрия Лосенко обзор на велосипеды Пазан, где они делаются по заказу, под нужную геометрию. Это прям было тоже очень круто. Вот. Но если вернуться к выставке, то Шумиху, наверное, наделали Rush Hour со своими гравийниками, но почему-то куда-то они пропали. Так я не понял, они вообще вышли в продажу или не вошли в продажу? Кто-то писал, что вроде как они уже на зоне продаются, говорят, что у них куча брака, и они вообще, в принципе, так себе получились. Паша наш любимый, который разрабатывает велосипеды Шульц, тоже очень, сказать, нелестно отзывался Rush Hour, и сказал, что это такие просто банальные китайцы дел, не знаю, как правильно назвать, в общем, обычные штампованные велосипеды из Китая, без идеи, без фантазии, вообще без всего. Ну, посмотрим. Может быть, в следующем году компания немножко наладит уже производство, пристреляются и выпустят что-то реально интересное. Ну и, наверное, все. Про Тритон ты уже сказал, Игорь, ты, может, тоже хочешь пару слов добавить? Ну да, я хочу уже тоже добавить пару слов касаемо тех стендов, которые уже упомянули. Например, те же Rush Hour, я смотрел буквально вчера, они продаются в России, они, допустим, сейчас есть в магазине велосклад в наличии, на Озоне действительно многие писали, что у этих велосипедов встречается часто брак, поэтому пока что непонятно, стоит их покупать или не стоит, но в любом случае это самые дешевые игровейники, которые можно сейчас купить в России. Касаемо Тритон Байк, я тоже был не то чтобы приятно удивлен, я понимал, что титановые велосипеды, это в принципе довольно комфортные, и, скажем так, более дорогая замена стали, в любом случае она по всем практически параметрам будет лучше, чем сталь для турингового велосипеда, и когда я посмотрел на них вживую, я просто еще раз в этом убедился, поэтому если кто-то хочет себе собрать прям премиум туринг такой вот, чтобы не было к нему больше вообще никаких вопросов, там, касаемо того, что материал оживеет, или еще что-нибудь такое, такие недостатки, которые есть у стали, тогда, да, вам стоит собирать на Титане, прям материал шикарный. И касаемо электровелосипедов, хочется сказать пару слов, на самом деле я уже достаточно давно интересовался этой тематикой, и на Байк Экспо как раз-таки первый раз попробовал прокатиться на такого типа велосипеде, и чуть более детально изучив этот вопрос, я для себя понял, что это действительно такой удобный вариант, поскольку я, например, часто езжу из, ну, от станции до дачи 30 километров на своем велосипеде Pride Rocks Tour, и маршрут все равно получается достаточно долгим, то есть мне приходится ехать там полтора или два часа, если бы у меня был электровелосипед, то это состояние бы преодолевалось гораздо быстрее, и плюс в том, то что электровелосипед, он все равно является велосипедом, и его можно также провозить в электричке и в другом общественном транспорте, где провоз велосипедов разрешен. Поэтому, да, я думаю, что для городского комьютинга или для, скажем так, междугороднего комьютинга это довольно удобная вещь, и, ну, в достаточно дальней перспективе я бы, в принципе, рассмотрел бы что-нибудь такое, но поскольку сейчас электровелосипеды достаточно дорогие, ну, то есть там, я думаю, планка начинается от 50 тысяч, пока что нету финансовых возможностей собрать себе такой аппарат. Ну, да, я думаю, то, что за велосипедами будущее стоит, они будут только развиваться и развиваться. И понижение планки, я думаю, вот этого ценового, это зависит от того, сколько времени продукт находится на рынке. Электровелосипеды достаточно еще новые, я думаю, то, что через там 5-7 лет, возможно, электровелосипеды станут настолько обуденной вещью, что все к нему будут относиться, там, к микроволновке, к телефону, там, к холодильнику и ко всему прочему. И, кстати, про Rush Hour ты упомянул самые доступные гравийники с перьями 450 миллиметров. Зачет. Теперь, думаю, что стоит перейти к моему первому пункту, и я бы хотел начать с того, что, скажем так, весь мой топ, он составлен в хронологическом порядке, то есть то, что какое-то событие или покупка, которая у меня произошла раньше, она стоит, соответственно, в топе выше. И начать бы я хотел с бескамерки. Бескамерку я поставил уже сразу же после того, как снял зимнюю резину, поскольку я заблаговременно позаботился о решении данного вопроса и заказал себе резину, которая подготовлена под бескамерное использование еще зимой. Поэтому где-то в апреле мы уже оборудовали мой велосипед без камерки, поскольку обода моего велосипеда уже предназначены под такое использование и никаких дополнительных элементов не нужно было ставить, кроме ободной ленты. И, соответственно, уже с апреля я начал кататься на таком типе покрышек. В принципе, сначала к ним никаких вопросов не возникало. Мы съездили в небольшой поход на три дня. И единственная была проблема в том, что один раз они меня практически полностью за ночь спустили, но мы накачали их обычным насосом, поскольку они не разбортировались и, соответственно, просто поехали дальше. Но, скажем так, это был уже первый за ночь. К тому, почему я пока что время, наверное, откажусь от бескамерки и заменю ее другой вещью, которую скажу чуть позже. Вот, собственно, потом я катался на бескамерке практически все лето. Летом я съездил в несколько таких маленьких путешествий на 100-200 километров с друзьями и, ну, такие, скажем так, были локальные покатушки. Вот. И в них, в принципе, к бескамерке тоже не было практически никаких вопросов, но, опять же, один раз случалось так, что она у меня спустила, пока я ехал с велосипедом в электричке. И поскольку я ехал ночью, я это не сразу заметил. И из-за этого я попал в небольшое ДТП, поскольку у меня оказалось так, что передняя покрышка была практически полностью спущена. Или даже, я, наверное, может быть, путаю. Скорее всего, нет, задняя была полностью спущена, а передняя практически полностью накачена, потому что я ехал по асфальту. И в итоге я временно съехал с асфальтированного участка дороги на обочину, чтобы пропустить машину, которая ехала сзади. И когда я начал перестраиваться назад, переднее колесо у меня вроде как заехало, а заднее не смогло заехать на обочину, и меня просто размазало фактически по асфальту, благо я ехал не так быстро. И еще ситуация отягощалась тем, что я ехал нагруженно и в контактах. А опыта езды в контактах у меня тогда было не так много, поскольку я поставил их только как раз таки этим летом. И, соответственно, в этот момент тоже бескамерка меня довольно сильно подвела. И, наверное, скажем так, такой последний гвоздь в крышку гроба под названием бескамерка был забит где-то в сентябре, когда у меня закончились покатушки, и я выезжал достаточно редко. Оказалось так, что у меня практически на каждой моей покатушке высыхал герметик, и я просто приезжал домой уже практически на спущенной резине. В общем, как-то много оказалось по итогу снеги-морроя, и я решил отказаться от нее в пользу такой интересной вещи, которую недавно нашел Саша. Она называется туболита. Это по факту тоже камера и сделана из такого какого-то латексного материала, наверное, но она очень тоненькая, весит очень мало и при этом очень прочная. То есть мы видели, как в нее практически там гвозди в накаченную такую камеру пытались воткнуть, и она не рвалась. Я тебе, кстати, еще перебью. В чем фишка вообще этой камеры? Помимо веса, она еще не боится змеиных укусов. Бывают такие ситуации, что ты либо в городе, либо там где-то в походе можешь столкнуться с такой ситуацией, что ты врежешься в какое-то небольшое препятствие, и у тебя настолько сильно сдеформируется покрышка и камера, что может получиться так называемый змеиный укус. И вот эти как раз камеры, они помогают застраховаться от такого случая, потому что покрышки-то в принципе ничего не будет, так как змеиные укусы, они чаще получаются от, там, не знаю, когда-то врезался в бордюры, то есть такие достаточно тупые предметы, не острые, при этом с камерой все остается в порядке, но внутри сама, точнее нет, вру, с покрышкой все остается в порядке, а камера наоборот либо прорезается, либо где-то там чуть лопается, соответственно, после этого вы, ну, никуда уже дальше не поедете, либо перебортироваться на новую камеру, потому что, скорее всего, если вы получили змеиный укус, только если очень маленький, вы сможете его заклеить, а если вы прям так хорошо вмазались и у вас получился такой прям серьезный змеиный укус, то, скорее всего, вам придется уже заново перекидывать камеру, а вот эти как раз камеры туболита, они хоть и стоят дорого, но, как мы поняли, что это практически вечная штука. И еще один нюанс касаемо бескамерки заключается именно в покрышках, которые для нее предназначены, дело в том, что такие покрышки, они обычно легче и, соответственно, быстрее изнашиваются и легче колятся, поэтому проколы, соответственно, у меня тоже были и некоторые моменты, о которых я говорил, когда у меня резина спускала, также сопровождались проколами именно резины, хотя герметик их частично заделывал, но, опять же, герметик достаточно быстро высыхает, и практически после каждого прокола мне приходилось его сразу же обновлять. И когда я сейчас снял резину, которая откатала полгода, особенно на задней покрышке уже прям сильно видны следы из носа, я думаю, что если кататься на них дальше, они проедут, наверное, еще, ну, сезон, может быть, там, ну, полтора сезона, и дальше уже рисунок протектора будет практически сликовый. Ну, естественно, можно и так кататься, но это уже будут по свойствам немного другие покрышки. Ну, да, и учитывая то, что это все очень достаточно дорого стоит, удовольствие, и ты еще катаешься с двумя багажниками, нагрузкой на заднее, на переднее колесо. Ты говоришь, какая у тебя стерлась покрышка задняя? Ну, больше задняя, потому что у меня хоть и тормоза, скажем так, плохо настроены, и резких торможений на моем опыте, наверное, на опыте их использования было только два или три раза, все равно покрышка стерлась достаточно быстро, то есть за полгода уже следы из носа видны явно. Ну, я тоже от себя скажу пару слов, так как мы уже затронули бескамерку, скажу про Tubeless Ready комплект, потому что мы с Игорем вместе переезжали на бескамерку, он чуть раньше, я чуть позже, но при этом герметик покупал я заранее, и потом вы можете посмотреть наш видеоролик VeloTechnary часть 2, где мы переезжаем на бескамерку, там как раз все подробно рассказано, и сейчас я тоже переобулся на зимнюю резину, и я понял, насколько это геморройно, да, вот я согласен полностью с Игорем, что бескамерка это геморрой, если вы катаетесь часто, вы катаетесь много, бескамерка реально актуальна, вы залили герметик, вы каждый день выезжаете, у вас он не успевает засыхать, а если он уже засохнет, то он засохнет там, где надо, и не будет оставлять луж внутри покрышки, я когда перебортировал колеса, мне еще приходилось отмывать вот эту дополнительную ленту, которая, грубо говоря, трансформирует ваши обода, которые не подготовлены под бескамерку, делает их бескамерными, то есть у вас не сочится через них герметик, и у них есть еще такая специальная канавка, в которую как раз защелкивается покрышка, соответственно, вы с помощью всего лишь одной ленты превращаете свои обычные обода в бескамерные обода, это прикольно, но для того, чтобы снова переоборудоваться на камеру, так как большинство зимней резины, она именно камерная, ну, не считая, наверное, айспайкеров, да, по-моему, они подготовлены. Есть версия айспайкеров, по-моему, Pro Evolution, которая сделана кевларовым кордом, и, насколько я помню, да, они подготовлены под бескамерное использование. Ну, например, твои контакт-спайки, моя, швальбом, маратон, в интеркласс, они только онли-камера, поэтому в любом случае, если вы используете велосипед и летом, и зимой, то есть, грубо говоря, круглый год на нем катаетесь, то вам будет неудобно достаточно каждый раз переезжать. То есть, вам нужно снять покрышку, которая у вас с герметиком, отмыть эту покрышку, потом нужно отмыть эту ленту, нужно демонтировать ниппель под бескамерку, и потом уже засунуть туда камеру. Еще с трудом это все дело забортировать, потому что те, кто бортировал зимние покрышки, они понимают, что это такое. И потом летом вам снова придется опять обратно перебываться. Единственная, наверное, альтернатива это иметь несколько комплектов колес, но это также не все себе могут позволить. В общем, что хочу сказать в итоге. Бескамерка мне нравится, но я вот с Игорем тоже здесь солидарен, и скорее всего, мы вместе попробуем переехать в этом сезоне и попробовать туболит. Ваня, у тебя есть какие-то мысли по поводу бескамерки? Хочешь пару слов добавить? Да, нет, у меня были вопросы, но вы настолько все подробно расписали, что они пропали, поэтому единственное, что я понял, что тоже пока нет желания раскошеливаться на все это дело. Ну что, продолжаем тогда дальше. Я сейчас хочу сказать пару слов по поводу сборки своего кастомного велосипеда, так как это мой первый и самый главный пункт в этом году. Начну с того, что я собирал всего лишь два кастомных велосипеда. Первый это был мой стритовый Pride Street, как это не каламбурно звучит, да? Я его покупал и собирал для трюков, но со временем понял, что это все-таки немножко не мое и снова вернулся к классическим велосипедам. После этого я как раз владел бергамотом, который перешел Игорю Revox 4.0 и после этого у меня уже был Marine for Corners. Я после Марина увлекся как раз-таки туризмом и когда ты начинаешь развиваться в этой теме, ты уже понимаешь, что ты хочешь конкретно от велосипеда. И Марин меня по многим параметрам за два года устал не устраивать. Я это как раз очень подробно рассказал в своем видеообзоре, вы можете тоже посмотреть на YouTube. я решил собрать свой первый туринговый такой кастом, уже понимая, что я хочу и сейчас в паре слов тоже расскажу в итоге, почему я выбрал фреймсет Шульц Вандерер и почему я поставил на него именно те комплектующие, которые поставил. Видео вы, кстати, тоже можете посмотреть, их там, по-моему, три или четыре выпуска, тоже на YouTube есть, очень интересные, всем советую. некоторые запчасти я перекинул с Marina for Corners, которые меня в принципе устраивали, это колеса, которые очень сложно, на которых очень сложно поставить восьмерку, они достаточно тяжелые, их приходится постоянно раскручивать, но при этом я никогда с ними не испытывал геморроя. Эти обода отличные, спицы у них тоже отличные, втулки на шариках дешевые, но при этом если их хорошо смазать, они отлично катят. Покрышки поставил Panoracer Gravel King, но я их еще ставил заранее на Марине, так как мы переезжали в прошлом году на бескамерку, уже в прошлом получается, в этом году, господи. Немного, понимаете, отвыкаешь от записи подкастов, когда у тебя полгода не было практики и начинаешь немножечко путаться в терминах. В общем, я вдохновился при сборке кастома двумя велосипедами, это BombTrack Race Tour 2021 года, он такой был немножечко в ретро-стиле, но при этом на современных комплектующих и когда я увидел новый Шульц Вандерер, мне он тоже понравился, но я все-таки понимаю, что я не хочу столько хрома, он достаточно красивый, но он красивый на любителя, так скажем, и я решил собрать некое подобие BombTrack Race Tour с трансмиссией от трека 520-го, так как я тоже рассматривал этот велосипед к покупке, когда выбирал Marine for Corners, но тогда он мне показался немножко странным, я там придрал с квилки, у него был открытый тросик снизу, и я такой подумал, наверное, все-таки возьму Marine и взял Marine, но сейчас я понял, что меня не устраивает трансмиссия Marine for Corners, потому что Sora вообще не выдерживает бездорожье, у него очень здоровая 50-ая звезда, и я решил поставить полностью аналогичную трансмиссию, как стоит на треке 520-м, это смесь Shimano Olivia M4000 и дуалы Shimano Sora, соответственно, все это выгрузил на Wanderer и задал ему такой бомбтрековый, так скажем, стиль, думаю, то, что вы оцените это после того, как посмотрите видосы, и для меня это, наверное, одно из самых главных событий этого года, я до сих пор выхожу в коридор и любуюсь своим кастомом, и мне это доставляет просто нереальное эстетическое удовольствие, я его еще буду допиливать, обязательно ждите новый ролик, где-то, наверное, весной, будем снимать уже с небольшим опытом эксплуатации этого кастома, я расскажу, какие вылезли проблемы, что я еще допилил после сборки, в общем, ждите. И теперь, наверное, переходим к Ване, Вань, твой следующий пункт? Ну, я вообще хотел задать тебе немного вопросов по поводу кастома, в основном из-за разряда стоило ли это денежных затрат, трудозатрат и время затрат. Я вот сколько не смотрел, и в основном на Ютьюбе исходят сомнения, если человек собрал 2-3 кастома, он такой, не парьтесь и берите исток, типа, будет проще, будет дешевле. И вот мне интересно слышать, вот по прошествии вот этого небольшого времени, вот как у тебя ощущения от кастома? Если у тебя ограниченный бюджет, ты знаешь, что ты хочешь, и такого не продается на рынке, то стоит собирать кастом в любом случае. Тут еще нужно учитывать, что изначально те люди, которые собирают кастом, в первый раз у них получается долго и плохо, во второй раз у них получается тоже долго, но лучше, там на третий, на четвертый раз ты уже абсолютно закрытыми глазами этот кастом собираешь, ты уже понимаешь, что у тебя могут вылезти такие-то, такие-то проблемы, у тебя могут быть несовместимости в комплектующих, и это будет всплывать всегда при сборке любого кастома, сколько бы у тебя не было опыта, но если ты хочешь что-то индивидуальное, если ты это осознаешь и понимаешь, если ты хочешь велосипед, ты уже понял, что я хочу именно такую конфигурацию, именно сейчас, и не тратить на это лишние деньги, то да, стоит. Для большинства людей, конечно, я тоже соглашусь с кастомоделами, которые собирают часто такие велосипеды, что обычному человеку проще купить комплит, и потом уже с течением времени он поймет, что он хочет, что он не хочет, и будет потихоньку избавляться от деталей. Человек, который уже давно достаточно катается, он знает, что вот эта запчасть мне уже точно не нужна, даже если он кастом, ой, даже если он стоковый какой-то велосипед покупает, он знает, что мне вот это не нужно, вот это не нужно, зачем я буду за это платить. Если отдельно продается фреймсет, я возьму себе тот фреймсет, который мне нужен, я возьму те покрышки, которые мне нужны, я куплю отдельно трансмиссию, которая мне нужна. И если смотреть уже вот в таком конечном, да, результате, человек, который покупает стоковый велосипед, он переплачивает лишние деньги за те комплектующие, которому в принципе не нужны. Многие, кстати, даже перепродажей не занимаются, и вот те люди, они реально там немножечко уйдут в минус. А люди, которые требовательные, которые знают, чего они хотят, и у которых есть небольшой опыт работы с велосипедом, они в принципе могут рискнуть и собрать себе кастом. Они, я думаю, останутся довольны. Да, геморройно, да, время затратно, да, трудно, но результат оправдывает средство, если ты понимаешь, что ты вот хотел вот такой велосипед, и когда ты его собрал, он соответствует всем твоим ожиданиям. Это дорогого стоит. Ответ получился несколько более обширный, чем я на самом деле рассчитывал, но если, грубо говоря, подытожить, то знаешь, собирай, не знаешь, возьми и не парься. То есть, кастом, именно если ты новичок, не парься, значит, кастома больше геморроя. Если опыт есть и понимаешь, то стоит того. Правильно? Ну да, в целом так. Спасибо. Тогда я продолжу своей темой. Я хочу рассказать о своем первом и пока единственном туре выходного дня. Этот тур был с моей любимой компанией Шульц. У них летом была инициатива, инициативная группа, и они от лица магазина производили туры. Если я не ошибаюсь, не больше одной ночевки у них туры были, то есть, были однодневки и были вот двухдневки, если я ничего не перепутал. Я записался в первый их самый тур. Это была бочка с медом, с ложкой дегтя лично для меня. Расскажу немного об организации. Ты должен был внести определенную плату за работу ребят, поскольку они катали, они проверяли маршрут, тестировали маршрут, корректировали его где-то. Они могли предоставить тебе все походное сражение, там палатку, спальник, крема, то есть необходимый минимум и также обед, обед. Именно что обед и небольшой перекус. В нашем случае это были два, по-моему, батончика корни банановые, если я это же правильно помню. И это были обеды, вот как у вас в одном из первых туров, где вы взяли фольгированные пакеты, но у вас не было посуды, чтобы их разогреть, если я правильно помню. Вот у нас были такие же обеды, но они шли с беспламенными разогревателями и это было, то есть, очень на самом деле, как выяснилось, удобно и вкусно. Первый тур проходил, одна ночевка была и это была ночевка на турбазе, то есть первый поход был без снаряжения, по сути, налегке, то есть токон, одежда и вот обед. Все начиналось у них в магазине на Энгельса, это было в Питере, да, надо поговорить, что это была инициатива именно в Питере, они хотят и планируют, я так понимаю, запустить что-то подобное и в Москве, не знаю, получится ли у них это к следующему сезону или может через год, но, то есть, они планируют, я так понимаю, развивать это направление, что очень здорово. В обговоренный день, в обговоренное время, все собираемся в магазине, до открытия магазина, соответственно, там не покупатели и нету не сторонних, грубо говоря, ну, не сторонних, а ребят, которые не едут в тур от Шульца, то есть, вот чисто компания, которая едет в тур. Мы там все собираемся, там, можно было бы, можно было также взять на прокат велосипед, можно было взять Вандер, Бойс Дон Край, Лон Рейнджер, наша любимая тройка и Биг Дэдди, топовый их складник для самых необычных, наверное, любителей складников, потому что это прям машина для прохождения, по-моему, всего и вся, и на самом деле очень интересная моделька, но Сеофорс, конечно, был поприятней. Ну и вот, то есть, мы собираемся, потом мы выезжаем, там недалеко есть станция электрички, мы на нее садились, ехали до точки и вот от точки уже у нас начинался маршрут, он получился, ну, то есть, он кольцевой, но с ответвлением небольшим до турбазы. Все, началось все очень здорово, мы ехали по асфальту, там достаточно холмистая местность и поэтому мне лично было тяжко. Вообще, маршрут был достаточно бездорожным, то есть, асфальтовая была только в основном начало и небольшие перебивки уже, наверное, после половины пути, все остальное время проходило по грунтам, по грязи и причем грязь эту еще подразмыло, поскольку мы во время тура мы застали и снег, и солнце, и дождь. С точки зрения нагрузки, конечно, такой себя, а вот с точки зрения видов это было прям шикарно, потому что мы едем по полю, оно такое полузаснеженное, мы останавливаемся на привал, и вот пока мы обедали, там все усеялось снегом и очень красиво было, просто невероятно. Мне очень запомнился этот вид, и это прям непередаваемо, как было офигенно. В начале пути, к сожалению, отвалился человек на Биг Дэдди, решил, что он не справится, не вывезет на нем, хотя в горку ему должно было быть попроще из-за маленьких колес, некоторым, в частности, мне. Я, на самом деле, был самым последним во всем этом туре, и мне было очень тяжко, особенно во второй половине, я даже по асфальту еле справлялся с тем, чтобы крутить педали. У меня отваливались колени в те моменты уже, и просто спина затекла, и меня приходилось людям ждать, за что было, если честно, не очень удобно, я там себя всячески корил, но это не отменяет того, что это было преодоление, в конечном итоге все было здорово, и вот это именно та ложка дегтя, то, что моя физ подготовка оказалась сильно хуже, чем я рассчитывал надеялся. Ну и вот мы проехали офигенный маршрут, который ребята провели, я даже умудрился потерять свои велоочки, нашелся инициативный парень, который помог, и вместе со мной мы проехали несколько километров назад, как проехали, я плелся, я в тот момент оставил свой загруженный вандер, то, что у меня, я ничего с него не снимал для этого похода, то есть у меня был и багажник, а в багажнике у меня было 3 литра воды, чтобы, если в случае был перепор, 3 литра воды с собой тащить, у меня там был 2 килограммовый замок, и вообще ничего я не снимал для тура, и вот как он был, так и поперся, и для меня это оказалось очень тяжело, и в итоге, чтобы вернуться за очками и поискать их, я одолжил девушке, там, она была на Лон Рейнджере на Эмке, я его одолжил, и я на тот момент я даже на нем уже не мог выгребать горку на 42-й звезде, я был максимально ушатан и убит, в горку, в смысле, я не выгребал в горку на бездорожье на таком соотношении, но в итоге повезло, что мы, я был уже готов развернуться на самом деле и поехать назад, но благо парень, который вызывался мне помочь, он уехал дальше меня, проехал и нашел очки, что было очень большим спасением для меня, и я был очень рад, и очки были продеты в моле крепления, и мой вам совет, не катайтесь так с очками по бездорожью, они нахрен вылетят, то есть вот это все показано, это хорошо, если вы где-то встали и кинули очки, или возможно по асфальту еще они там удержатся, но по бездорожью хрень полная, то есть они в моле крепления не удержатся совершенно, и как бы, ну очки, очки многие подумают, спортивные типа фигня, а проблема в том, что это очки с диоптерами, и, ну я ношу очки, и поэтому потерять очки с диоптерами, хоть они и спортивные, хоть у меня есть обычные типа городские, но это все равно очень неприятно, особенно когда тебе потом еще на следующий день ехать, ну и ехать без очков было, конечно бы, неприятно и опасно в некотором роде, поэтому я очень рад, что там нашлись такие инициативные ребята, что они с таким энтузиазмом ко всему подошли, и никто не пожаловался, никто там ничего, даже не фыркнул, ни взгляды плохого, то есть народ был просто замечательный, просто обалденнейшие ребята, я был так счастлив, что они все были там и что вот у нас получилось такое веселое приключение. Под конец дня мы приехали на турбазу, все просто усраны, все в грязи по колено там, если не выше, все замотаны, зачуханы, в итоге нам выдали домики, по-моему, у нас их было два, основной состав и двое ключевых, один, который нас вел и один, который замыкал, который постоянно заставлял мне компанию, человек. Они жили в отдельном домике, а вот все остальные мы жили в одном. И вот, то есть мы расселились и поняли, что ну, у нас ничего на вечер как такого нет, и поэтому ребята собрались и решили поехать. Прикупили шашлыка, прикупили там еще овощи, ну, то есть отлично ужин, забацали, сидели, общались, болтали, было очень здорово. Я не поехал, сразу скажу, за продуктами, поскольку, ну, я просто бы не вывез, поэтому я решил, что я лучше останусь и сполоснусь спокойно и переоденусь. Ну, и в общем, все было очень здорово, ребята очень клевые, поход очень крутой. Единственное, жалко, что да, я не попробовал с палатками остановиться, но это еще впереди. Слушай, Вань, ну супер вообще, класс, что поделился, прям все так подробно рассказал. Я думаю, то, что у многих в походах бывали похожие эмоции, мы тоже, кстати, сталкивались, особенно вот про потери, ты говорил, то, что потерял фару. Мы в предпоследнем походе Руза Бородино, я разбил смартфон и потерял анаморфот. До этого, по-моему, Игорь ломал в аренду вот эту мигалку от Китая, потом я в последнем походе отломал обе мигалки. В общем, походы, это всегда такая тема, у тебя все, что угодно может отлететь, сломаться, потеряться, так что с этим стоит смириться. Всегда бывают такие форс-мажоры. Но, кстати, Боренду нам удалось починить с помощью 3D-принтера, поэтому, в принципе, такие небольшие потери, они восстановимы. Я бы хотел своим следующим пунктом отметить аварию, и не ту аварию, которую я уже упоминал чуть-чуть раньше, а, скажем так, аварию, которая произошла даже не то, чтобы со мной, а больше с велосипедом. Дело обстояло как? Я ехал своим стандартным маршрутом от МЦК до дома, уже возвращался после нашего велопохода Руза Бородино, и, соответственно, вез с собой много вещей, все свое снаряжение. Вот, и так получилось, что на улице шел дождь, и я въехал в такой ограничитель, который обычно ставят, чтобы на дорогу не ездили машины. Почему-то он был покрашен в серый цвет, то есть в цвет асфальта, и из-за того, что шел дождь, все вообще покрылось таким мокрым слоем, и он был абсолютно однотонный вместе с асфальтом, и я просто его не заметил. В итоге я въезжаю, ну, скажем так, на небольшую скорость, может быть, 15 км в час, но с перегруженным передним багажником вот этот ограничитель, который сделан такой полусферой, и которого вообще не должно было быть по факту на этом месте, потому что там машина никак не заедет на эту дорогу, ну, зачем-то его туда поставили. Соответственно, я в него заезжаю, полностью через него перекатываюсь двумя колесами с велосипеда, я, слава богу, не упал, но чуть-чуть меня завалил, естественно. Вот, и потом проезжаю пару метров, начинаю немножечко там крутить рулем и понимаю, что-то не то. Смотрю вниз, а у меня мой тулбокс, который размещен под нижней трубой, начинает тереть о крыло. Я сначала вообще не понял, в чем прикол, доехал до ближайшей скамейки, остановился, осмотрел велосипед и понимаю, что у меня реально тулбокс упирается в крыло. Я, значит, пишу Саше, спрашиваю, что за фигня вообще, что произошло. Вот, мы как-то с ним там что-то это все дело обсудили, в итоге пришли к такому выводу, что, скорее всего, погнулась вилка стальная от такого лобового удара. И это был, конечно, вообще шок. То есть, я не думал, я как бы, я знал, что сталь гнется, но не думал, во-первых, что это со мной случится, и во-вторых, что она погнется настолько сильно. То есть, чтобы вы понимали, оффсет у вилки уменьшился где-то на 20 миллиметров. То есть, на 2 сантиметра вилка уехала ближе к каретке, условно. И потом, это, соответственно, было у меня где-то в середине мая, и потом началась долгая мототня. Я, во-первых, искал веломастерскую, где мне могут починить, собственно говоря, исправить такую ситуацию. Это было тоже очень сложно сделать. В итоге я нашел, но в веломастерских уже под начало лета была большая очередь, поэтому я дождался, пока они примут мой заказ, приехал к ним, оставил велосипед, потом ждал еще где-то недели-две, пока они мне скажут, что с ним делать. В итоге, они мне как говорят, у нас нету инструмента, чтобы починить вашу вилку. То есть мы можем взять два бетонных блока и бить просто по ним молотком. Я говорю, спасибо, не надо, до свидания. Уезжая оттуда, полтора месяца прошло, никаких, собственно говоря, продвижений по решению этой проблемы не произошло, к сожалению. Не буду упоминать название мастерской, но просто прикол был в чем. У них в перечне услуг было написано исправление геометрии стальной вилки, или как-то так, ну вот прям четко. Поэтому я к ним приехал, сказал, вот такая-такая проблема, они мне даже заранее сказали, что они это починят. В итоге, спустя полтора месяца мне говорят, что мы починить не можем, у нас нет инструмента. Ну, хорошо. Хорошо, как бы разберемся сами. И в итоге, где-то к концу июня мы вместе с Сашей собрались в нашу уютную мастерской, и, собственно говоря, таким же методом пережали вилку в тисках, и выровняли ее просто кувалдой. И то выровняли не до конца, то есть я сказал, что она уехала где-то на 20 миллиметров, мы выбили где-то 14-16, то есть еще чуть-чуть бы ее добить, и по-хорошему можно было бы даже сделать ее чуть-чуть подальше от каретки, чтобы исключить полностью оверлап, даже с широкими покрышками. У нас есть видео с прямым эфиром, как мы этим занимались в Инстаграме, и если вы вдруг хотите видео, если у кого-то такая же проблема была, мы, в принципе, можем небольшой мануал такой снять, чтобы люди понимали, как это дело решается, но все, ребят, ваш страх и риск, поскольку это такой довольно колхозный метод, и не гарантируем, что вилка после этого выживет. Я, кстати, вспомнил, как нам Леша, наш подписчик, Леша, кстати, привет, если слушаешь, написал там в комментарии под нашим прямым эфиром, когда мы выравнивали вилку такой, типа, там, а Леша, сколько там, ты 30 с чем-то годиков, ночью не сплю, смотрю, как парни выравнивают велосипед на вилку. Прям очень порадовал комментарий, такой позитивный прям был. Теперь переходим ко мне, а то мы тут немножечко как-то подрастянулись, я хотел бы поговорить о таком судьбоносном событии, скорее всего, даже не в моей жизни, а в жизни канала Touring Bike Time, потому что мы познакомились с Kona Russia и смогли взять на обзор Kona Sutra и UTD. Я считаю, что это такой весомый, резкий скачок в обзорах наших, потому что до этого мы обозревали только бюджетные велосипеды Шульц и был обзор только на мой Marine, который был мой личным велосипедом, то есть это не какой-то тестовый, лично мой. Соответственно, нам нужно было уже расширяться, чтобы у нас было больше каких-то интересных обзоров на разные велосипеды, а то нам все писали, вы там обозреваете одни Шульцы, 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 но, кстати говоря, они очень хорошо заходят по просмотрам, но мы давно уже понимали, что нам нужно что-то менять, нужно что-то новое вводить, добавлять, и вот знакомство с Kona было как глоток свежего воздуха, и вот этот обзор на Kona Sutra и UTD, я считаю, что он приведет нам новую аудиторию, которая интересуется именно какими-то более дорогими велосипедами. Kona Sutra и UTD сделала такую почву, после которой можно будет адекватно снимать обзоры на какой-нибудь там Superior, X-Road, Elite, или Team Comp, или какие-то, может быть, другие уже карбоновые гравийники, когда ты понимаешь, что ты обозреваешь какую-то дорогую вещь, у тебя к ней совершенно другое отношение, и повествование тоже строится по-другому, потому что ты уже за большую цену велосипеда ты не закрываешь глаза на какие-то мелочи, и у тебя немножко меняется формат. Это был интересный опыт, так что надеюсь, что в будущем мы сможем взять еще какие-то велосипеды у Kona. Вот лично мне было бы интересно посмотреть на новую Sutra. Она очень круто обновилась, теперь она на G-RX, у нее теперь нет вареншифтеров, у нее дуалы Shimano Tiagra, и она избавилась от заднего багажника, то есть теперь у нас спереди Lowrider стоит, то есть это такой багажник, у которого нет платформы, и на него можно повесить только боковые сумки. Ну и в последних тенденциях по геометрии, как у ULTD, теперь обычно с утра она тоже так немножко преобразилась, у нее поменьше стал стендовер, да, то есть слопинг верхней трубы стал чуть больше, и она стала такой более МТБшной, у нее там добавились боночки, в общем, ее очень хочется потрогать, потом, наверное, я бы взял какой-нибудь Kona Libra, потому что она реально очень красивая внешне, она безумно классная, и по геометрии она практически полностью копирует Шульц Вандерер, только чуть-чуть подлиннее, я бы с удовольствием попробовал покатать на таком велике и просто сравнить ощущения, очень нравится, что Kona Libra, она тоже практически, можно сказать, туринговая по геометрии, она даже более туринговая по геометрии, чем Вандерер, единственное, что алюминий плюс карбон это все-таки не такие надежные материалы, как сталь, и не так хорошо гасит вибрации, но этот велосипед, так скажем, более универсальный, и я бы хотел в этом убедиться, то есть покатать его и в походе, покатать его в городе, покатать его в каких-то, не знаю, спортивных заездах, возможно, не говорю про соревнования, но просто так чисто ради для себя, так скажем, погонять, и сравнить вообще, а стоит ли многим людям вообще покупать туринги, может быть, стоит взять именно вот такой гравийник, приближенный к турингу, это было бы интересно и круто, ну и я бы хотел еще взглянуть на Kona Unit, у меня были сейчас мысли по поводу того, чтобы купить себе велосипед для бездорожья, я уже не скрывал этого давно, что ждал Moms Favorite, и как раз вот сейчас недавно уже его представили, грубо говоря, на него скоро откроется предзаказ, но я пока еще думаю, мне очень нравится Moms Favorite, но я понимаю, что все-таки переключатель на бездорожье в каком-то говне, вообще любой переключатель любого бренда, он может выйти из строя, если он забьется грязью, у вас просто вывернет переключатель, вывернет петух, у меня уже такое однажды случалось, и я понимаю, что для этих задач наверное больше бы подошел какой-то синглспид на планетарке, да, то есть, ну, я, конечно, некорректно выразился, синглспид это когда у вас одна скорость, то есть какое-то решение, которое бы не задействовало задний переключатель, и, кстати, напишите, ребят, в комментариях, кто владеет Kona Unit, расскажите, переводили ли вы его на планетарку, и как вообще велосипед, если у вас он синглспидовый, да, потому что есть Kona Unit X, которая с обычным переключателем идет, есть обычная Kona Unit, которая идет на сингле, как вообще этот велосипед по бездорожью в таком смешанном туризме, очень хочется услышать ваши комментарии и мысли, можете написать их либо в личку во Вконтакте, либо в комментариях где угодно, в Инстаграме, на Ютубе, в подкастах на Apple Music, можете в комментариях там написать, мы везде найдем и прочитаем, вот, такие вот мысли, спасибо большое Kona за поддержку и за участие в развитии нашего канала. Так, что, переходим дальше, Вань, у тебя, что там следующее по пунктам? У меня дальше совмещенный пункт, скорее будет из двух, это обновки на велосипеде и байфит на велосипеде, совмещенный, поскольку я одно подогнал под другое, поэтому это все происходило одномоментно по большому счету, так что я буду это рассказывать плюс-минус в симбиозе, ну и все равно начну с обновок, в первую очередь из обновок у меня были тормоза, у меня были педали, обмотка на руле и, по-моему, ну, из-за именно того, что я менял целенаправленно и покупал заранее это все из главного, также у меня умерла каретка, ее тоже пришлось поменять и у меня умерла цепь, и причем она мало того, что у меня заржавела, так она еще у меня одно звено погнулось, на скручивание пошло, поскольку у меня в последнее время проблема с тем, что цепь спадает на каретку и она там пережевывается между двумя звездами, у меня вот, соответственно, цепь, из такого, ну, тросики и, соответственно, и рубашки, такое плановое, плановое я решил поменять, поскольку обмотка меняю, меняю все, поэтому не решил обмотка не столько, ну, из такого, того, что базово это все, педали, педали пела, я очень долго смотрел на рейсфейс честеры, их очень сильно рекламили ребята с Украины, и в сравнении с пелой, то, что мне Игорь показал, то, что я не так относительно недавно сам пощупал руками, но пела просто это настолько, они лучше крутятся в сравнении с рейсфейсом, что я вообще не понимаю, за что грубо говоря, рейсфейс просит свои деньги, когда есть вот пела, клевые, убивающие, правда, нахрен обувь, педали, потому что у них металлические шипы, ну, и они очень хорошо цепят ногу прям, но я знал, на что шел, то есть я знал, что она будет коцать обувь, поэтому в этом плане все это время они все еще крутятся, даже при том, что я особо не мыл их, ну, не споласкивал, не протирал, обмотка у меня была с рам, с рам ред красного цвета и обмотка мне вообще не понравилась, она мне показалась какой-то скользкой, когда руки потеют, особенно, по сути, должно быть наоборот, она очень нежная, я один раз прислонил к, как бы, объяснить, ну, вот, красит стену и, как бы, такое ощущение, что чем-то прикладывают и получается там такие микро, ну, неровный рельеф, короче, она такая вся немного острая и царапающая, и вот, я приложил к стене один раз так обмотку, все, типа, она у меня пошла рваться, то есть не просто там мятина, она прямо рваться начала в одном месте, ну, и, естественно, из-за того, что она красная, она за неделю просто замотывалась, то есть там появились черные пятки, при том, что я пытался ее сполоснуть, промыть, ничего не получилось, но в плане цвета я знал, на что шел, я просто хотел красный велосипед, хотел красную обмотку, красным педалем, поэтому, ну, цвет выбирался осознанно и тоже, то есть ожидаемо, что вот такое случится, но вот именно по качеству исполнения и по ощущениям от управления обмотка вообще не зашла, и тормоза, тормоза я брал BB5, и тормоза порадовали, то есть у меня там я и ротор поменял, и, соответственно, сам калипер тормозной, все покупал в комплекте, поэтому тормозами я доволен, правда, у меня что-то скрипит и не очень удачно работает передний, но я так понимаю, это либо мне нужно как-то их прокалить побольше постараться, хотя вроде бы пытался, ну, в смысле, на спуске, либо может наждачки пройтись или еще что-то в этом роде, ну, то есть надо посмотреть, заняться, пока просто рут не дошли, но в целом тормозами я доволен за свою цену, то есть в два раза дешевле обошлись, чем BB7, на который я рассчитывал изначально, ну, и теперь про BikeFit, мне было очень комфортно кататься, и причем мне также Антон Павлович в Санкт-Петербурге, это вот кросс-мастер по BikeFit объяснил, что я несколько неправильно сижу и управляю велосипедом, в частности, то, что у меня большая проблема, я облокачиваюсь на руль и передавливаю себе руки, из-за чего у меня левая рука пережимает там кровоток и нервы, и потом, соответственно, анимевает, но это, в частности, из-за веса, из-за того, что у меня была неправильная посадка, точнее, неправильное распределение веса и усилий в посадке, как мне объяснили, неправильно свешиваться полностью на руль, ну, почти полностью, и на руки, просто, то есть давить весом на руль, нужно своим корпусом держать, как раз-таки себя корпусом держать, то есть сидеть, сидишь в седле, держишь корпусом, а руки просто держат, придерживает руль, и, ну, то есть, ну, в целом, ты можешь, ты должен убирать руки свободны и возвращать их ты не должен быть привязан к рулю намертво также мне померили мы померили сиделищные кости поняли что мое сиденье вообще мимо меня и сейчас вот я поставил себе сиденье название сейчас честно не вспомню она единственно что шириной но 170 миллиметров сейчас пока комфортно я на самом деле не уверен что это моё седло до конца но стало значительно лучше и из основного то что у меня сильно изменилось это то что я очень мне было очень комфортно ездить нижнем хвате именно на сгибе руля баран где ближе к тормозным ручкам именно и то есть мне было комфортно есть именно в такой посадке они как у большинства то что руки на пистолетах сверху держится в итоге мне переставили руль чуть ниже и в данный момент то есть и мясо нахват да это вот сверху как обычно а в нижнем хвате я могу на спуске прижаться так вот к рулю максимально близко и нестись это прям очень ну классно что у меня есть теперь такая возможность у меня есть маневр в плане взаимодействия с велосипедом ну и расскажу немножко о планах на 22 год что я хотел бы сделать с велосипедом вот так коротенько хочу поставить туда систему advent микрошифтовскую 1146 на 9 скоростей с одной звездой спереди и при этом ключевое в этом всем деле это достать переключатель то что я собираюсь ставить снова баренд потому что дуалы мне микрошифтовский не нравится из-за того что у них трос идет снаружи я жду пока не выпустят что-то более скрытое именно до конца 20 x или 20 но вряд ли дождусь поэтому я буду вылавливать себе баренд если я его достану тогда я буду переводить велосипед на эту систему пока не определился с передней звездой 38 или или сороковая может закажу ту и ту и попробую ту и ту и я хочу у игоря одолжить покрышки с бергамота и собрать условно бюджетную кону и лтд то есть на широких покрышках я скорее всего сниму багажник с велосипеда на этот период и возможно придется снять крылья из-за того что они могут с резины не встать но в целом планы вот такие вот попробовать сезон катать на жирных покрышках с рулем бароном есть еще один вопрос тебе ваня ты упомянул про то что ты менял комплектующие на своем велосипеде насколько я знаю у шульцов же есть бесплатное техобслуживание их велосипедов во фирменных мастерских правильно я понимаю да ты мой отдается три года на бесплатное обслуживание в это бесплатно обслуживание входит то но то без углубления то есть то который идет бесплатно тебе не залезут во втулки тебе не залезут в каретку ну если только там не будет явного явно не будет чувствоваться что с ней что-то не так если то есть по тесту механик посчитает что она еще нормально то он в нее не полезет так и же и в рулевую этому то есть обслуживание и ты также можешь принести туда свои детали которые ты сам купил и тебе бесплатно их поставят я собственно говоря так и сделал ага то есть ты получается и ну сам велосипед обновлял прямо шульцов да да но я взял то платное поскольку я хотел чтобы залезли во втулки потому что он у меня хранился на улице в питере зимой и соответственно я хотел при полной полной то чтобы залезли во все щели и все проверили этом то у меня было платное но я не платил за установку компонентов не за то что я установил тормоза не за то что я поставил педаль не за обмотку я делал на байкфите так что туда за обмотку я не платил но вот то есть за то что я не ставили новые тормоза и новые педали я не заплатил ни копейки поскольку это все входит в их сервисное обслуживание на ближайшие три года с момента покупки велосипеда понятно спасибо я думаю что тем кто использует велосипеда шульц тоже будет полезна эта информация ну теперь перейдем к моему третьему пункту я бы хотел сказать пару слов о шлемах которые я начал менять и пробовать в этом году поскольку в принципе основные моменты на своем велосипеде я уже заменил и приступил скажем так к периферии я уже упомянул про то что у меня случилась авария и как раз таки после нее я начал заниматься больше скажем так аксессуаром велосипедом поскольку сам велосипед у меня стоял не использовался и как-то не было желание что-то с ним делать пока ты его не починишь я начаться начал со шлемов потому что у меня уже давно были мысли заменить свой декатлоновский а собственно говоря это декатлоновский шлем он сейчас остался на даче первое что я какие у меня были мысли это я хочу такой универсальный шлем у которого будет много каких-то дополнительных функций чтобы использовать его не только как инструмент защиты но и использовать весь его потенциал и скажем так ключевой точкой к выбору того шлема который как раз таки хочу который я искал но не мог никак найти был белозаезд который проходил у нас в бауманке и на нем я увидел человека который ездил в таком шлеме со специальным визером то есть визор это очки которые интегрированы прямо в шлем я думал что такой шлем существует как раз таки хотел такой найти но не знал как именно как задать запрос как вообще где это искать и так далее в итоге после того как я увидел человека в этом шлеме я пошел на алиэкспресс пытался перебирать там все возможные варианты и нашел довольно бюджетную модель за тысячу рублей от компании care bull и в принципе сразу же заказал потому что мне нравился дизайн он был белый а в тот момент мне это было важно поскольку на улице была 30 градусная жара и я понимал что в темных шлемах кататься будет прямо очень жестко вот и соответственно я сразу же заказал он ко мне приехал я в принципе с ним немного покатался но соответственно за 1000 рублей качество там очень сильно хромало и по факту он у меня после двух месяцев примерно эксплуатации уже по моему полностью развалился не знаю сейчас куда его девать он уже по факту на выброс и в общем после того как я потестировал этот шлем я еще раз полез на алиэкспресс и начал искать уже более дорогую более усовершенствованную версию поскольку я понял что это да действительно то что мне нужно и я хочу пользоваться именно таким видом шлема и чуть-чуть полазив более подробно на алике я нашел вариант за примерно две с половиной три тысячи рублей у которого помимо интегрированных очков был также съемный козырек сеточки внутри шлема что достаточно важно чтобы к вам в перфорации не залетали всякие насекомые или мусор и не ползали по вашей голове и также сзади был достаточно интересный габаритный фонарь который был съемный и заряжался на micro usb еще большим плюсом было то что у этого шлема были плоские боковые грани и когда-то давно когда мы катались в и стру одного нашего подписчика жени я видел такое зеркало которое крепится тоже на шлем и поскольку я не нашел место куда можно закрепить зеркало именно на велосипеде кроме разве чтобы аренды но в моем случае это было не очень удобно я тоже решил что зеркало буду ставить на шлем и в принципе ни разу об этом не пожалел и поскольку у того шлема который я нашел на алиэкспрессе на замену своему за 1000 рублей были плоские грани на него также легко встала это зеркало и я в принципе еще до сих пор с ним катаюсь и никаких проблем не возникает менять его я не собираюсь и буду скорее всего продолжать эксплуатировать данную модель единственное что я думаю заказать еще одну такую же в принципе но белого цвета опять же чтобы ездить летом прямо в очень сильную жару поскольку тот шлем который сейчас у меня есть он черный и еще пару слов про зимний шлем который я тоже заказал месяц назад и вот он мне буквально днях приехал соответственно естественно зимних шлемов велосипедных как таковых не существует потому что если вы на алиэкспрессе ведете что-то наподобие зимний велосипедный шлем вам скажут что вообще дурачок зимой на велосипеде кататься поэтому пришлось искать альтернативы и альтернативой послужил горнолыжный шлем тоже соответственно достаточно специфичная вещь у нее утеплены уши утеплено в принципе внутреннее пространство шлема есть специальная задвижка которая закрывает вам вентиляционное отверстие чтобы вам было ехать теплее ну и соответственно по традиции я также искал шлем с визором и горнолыжных шлемов в этом плане выбор еще больше чем у велосипедных поэтому долго я не искал и заказал практически первую там или вторую модель которая мне попалась она мне понравилась и по цвету и по дизайну и по цене в принципе тоже был достаточно демократично около 3000 рублей поэтому вот сейчас я ее тестирую будем смотреть насколько хорошо она себя проявит но я думаю что ближайшее время тоже менять ее не буду потому что зимний сезон он все-таки достаточно короткий так ну что переходим дальше ваня ты хочешь что-то добавить ну разве что шлем с визором скорее всего не подойдет очкариком вроде меня я примерял шлем игры и у нас там немного не состыковались очки и визор ну и с другой стороны я был конечно спортивных очках у которых условно говорят две пары линз и возможно в обычных очках которые поменьше поуже можно будет стать но в целом думаю что это скорее вот для тех кого со зрением нет проблем но у меня даже не столько проблемы были когда игры в шлем мерил что нельзя поставить очки или еще что-то в этом роде у меня очень высокий лоб и когда я надевал его шлем я понимаю что вот по центру глаз где я как раз основная информация должна быть у меня идет нижняя грань этих очков не знаю правильно я изъясняюсь в общем нижняя грань очков была как раз по центру моего зрачка и она мне дико бесила и дико мешала я надел этот шлем продержал на игла весь секунд 30 снял и понял то что нет я не хочу с этим ездить ну да это вещь сугубо индивидуальная поэтому даже когда я выбирал себе шлем такого типа я уже сказал что сначала заказал себе дешевую модель чтобы понять вообще моё это или не моё ну соответственно мне она подошла поэтому я выбрал более дорогую и сейчас не катаюсь ну да супер ладно тогда переходим к моему третьему пункту я думаю то что я тоже его объединю чтобы прям сильно не растягивать наш подкаст с еще одним пунктом хочу поговорить про сакру сакру я люблю стёпе если ты слушаешь это огромный привет хотел бы рассказать о двух новинках которые вышли в этом году да по моему в этом году обе вышли это фидбэги от сакры абсолютно офигительные я ближайшее время от сниму на них обзор и он должен будет выйти либо до нового года либо в начале следующего года офигенные просто фидбэги очень удобные очень легко открываются и что главное они вместительные них есть три сеточки материалы как обычно на заказ и туда можно впередолить систему fire maple на один литр где вы вообще видели чтобы в фидбэге такие здоровые системы вылазили ну и соответственно какие-нибудь горелки по типу jet boil flash туда залетают просто это со свистом вы можете спокойно одну руку оттуда доставать то есть точки зрения позиционирования это очень крутые фидбэги которые максимально универсальные подойдут даже людям которые вообще не катаются по ходу а просто передвигаются в городе на велосипеде им достаточно заказать один такой фидбэк и вообще ни в чем себе не отказывать запихнуть на перекусон воду все что угодно и им этого будет достаточно это прям очень круто и следующая новинка это сакра аиды такая сумка которая такая же как вектор но только она на ролл топе чем она меня привлекла что то можно поставить ноутбук грубо говоря туда влезает полноценный 13-дюймовый ноут и меня сакр вектор в принципе всем устраивает 2.1 но я понимаю что я бы хотел что-то похожее только немножко полегче но потому что у стёпа уже появились новые материалы например вот новая кордура которая 300d найдет хаником она очень крутая она максимально близко как спаку мне дико зашла она легкая влагостойкая и очень прочная вообще must have и я бы вот как раз хотел себе наверное в следующем году может я и закажу сакру аида из кордуры и попробую покататься с ней еще и с ноутбуком то есть использовать ее не только для съемок использовать ее не только для покатушек потому что я эту сумку еще использую когда беру тестовые велосипеды это дико удобно вы загрузили в вектор там все что вам необходимо прицепили на нее снаружи шлем все доехали там вот я доезжал когда до шульцов сразу оттуда достаешься основные вещи достаешь очки там шапку баф в общем все что тебе нужно надевая шлем а саму сумку потом кидаешь на велик и это вообще прям максимально универсальная классная история вот очень хотелось бы отметить вот два вот этих продуктов ну и раз уж мы заговорили про сакру сразу скажу про партнерство с дабл спортом потому что именно в этом магазине если вы захотите вы можете приехать и вживую посмотреть на продукцию сакра на там есть и фидбэги там есть и вектор и я надеюсь то что в ближайшее время появится аида и ее тоже можно будет живую потрогать ну и как бонусом хочу рассказать про партнерку потому что это тоже очень важное событие в этом году и для меня и для проекта tbt что у нас теперь есть промокод турбайк тайм маленькими буквами если водить и вы можете на сайте либо street retail магазин прийти назвать этот промокод и получить скидку 3 процента на любую вообще продукцию которая продается в этом магазине и что самое главное что скидки суммируются то есть если вы захотите купить допустим какой-нибудь велосипед дорогой у которого уже со скидкой идет то промокод 3 процента он вам даст еще три процента скидки к уже этой цене со скидкой это очень круто поэтому ребят у всех у кого есть там возможность или желание там приходите либо street retail магазины либо пользуйтесь данным промокодом на сайте это очень хорошее классное решение особенно для тех кто допустим хочет приобрести продукцию сакра но при этом ему не нужно заниматься какими-то кастомными улучшениями потому что есть базовые версии там допустим до черная из кордуры 300 дэн хани по хани помп и вы можете просто это заказать уже в дабл спорте еще и со скидкой это классно и это круто вот принципе по этому пункту наверное все ребята у вас есть что добавить в принципе нет все понятно вань у тебя он последний пункт остался да ну да и или он так коротенько будет поскольку это опять же было велособытие такое и поскольку я на ней на нем был только лишь пару часов но особо рассказать нечего только свои впечатления это был реверс рейс и вот сейчас я надеюсь что не запутаюсь в правильности того как это все происходило несколько лет уже в питере проводится такое мероприятие как грэвл кинг в двадцать первом году эти же ребята начали условно маркетинговую компанию в которой писалось и грэвл кинг не будет и в этом году это все мероприятие называлось реверс рейс я очень надеюсь что я ничего не перепутал не запутался в этих всех перипетиях это такое мероприятие трехдневное где собирается просто огромное количество велосипедистов в лесу и это гонка в этом году был круга было два малый большой и как все это дело происходит в первый день все просто приезжают собираются и общаются и это очень классная атмосфера на следующий день происходит гонка сама и вечером уже награждение и естественно движ основной но плане именно тусовых мероприятий то есть проходит именно после гонки когда цветом радуются потому что много адреналина много экшена в течение дня происходит сколько гонка не самая простая вроде как и еще есть следующий день я так понимаю он скорее такой отходниковый но это как мне видится и потом уже все различаются в этом году я не знаю опять же меняется них место или нет но в этом году очень классное место это был такой лес с озером в центре и то есть можно было даже покупаться я заскочил туда буквально на несколько часов первый день и решил я вообще это все дело спонтанно потому что я сот раз ездил по делам купил себе новое седло в тот же день в итоге рискнул решился и поехал и самое обидное это то что я не смог задержаться там на несколько дней люди туда приезжают с палатками и соответственно чуют в палатке ну то есть тесто на машине кто-то полностью на велосипеде добирается там уже кому как удобнее я там смог наконец-то пообщаться с веломан есть такой канал на ютюбе очень приятный человек очень здорово было пообщаться в общем всем дикой рекомендую рекомендую если есть возможность на такие мероприятия приезжать ну не обязательно реверс рейс игре волкинг просто вот если у вас есть где-то поблизости что такое приезжайте собирать то что на самом деле это очень классно оказаться вот в таком потоке сознания со всеми остальными слушай ванну супер мы тут немножечко как-то растянулись по времени поэтому наверное не будем уже говорить про белопоходы я думаю выделим это в отдельный подкаст и потом еще подробнее об этом поговорим давай тогда игорь мы с тобой по одному пункту последнему своему скажем начинай у меня последний пункт это такое событие которое произошло в этом году который по идее никто особо не ждал и у меня вообще не было каких-то скажем так сильных ожиданий когда меня ваня на него пригласил а именно я говорю про открытие велодорожки под названием вело-1 открыли в этом году в сентябре пилотный участок и как я уже сказал ваня меня пригласил туда покататься я взял еще одного своего друга никиту и собственно говоря мы втроем исследовали то что было построено и на самом деле я был приятно удивлен уже начиная с того момента как сел в электричку поскольку электричка была полностью переполнена абсолютно то есть не то чтобы последний вагон хотя ну у нас там ходят такие электрички называются стандарт плюс и там в первом последнем вагоне можно водить велосипеды так вот там был весь вагон велосипедах то есть люди прям туда ехали скажем так намеренно что-то тестировать было очень много народу вот и когда мы туда приехали я ожидал увидеть что обычную такую дорогу проселочную которую ну так сказали вот теперь здесь будет велодорожка на самом деле нет то есть дорога была построена именно что построена прям с нуля там сделано достаточно хорошее покрытие ширина дороги сделана по европейским стандартам так чтобы вы могли ехать например вдвоем со своим напарником и при этом оставалась еще полоса чтобы вас обогнать либо чтобы ехал встречный велосипед то есть это действительно правильно так удобно ездить можно общаться друг с другом и при этом никому не мешать покрытие там было такое гранитное что ли то есть ну периодами был асфальт но поскольку велодорожку я не сказал строят от москвы до питера и соответственно проект достаточно глобальные его буду строить около десяти лет я надеюсь что его построят хотя мне в это на самом деле чуть последнее время слабо верится но в любом случае процесс идет и какую-то часть построит в любом случае и вряд ли если проект забросит дорога куда-то исчезнет дорогу любом случае останется поэтому кататься можно будет также на маршруте сделано очень много указателей есть места для отдыха специальные велокафе даже насколько я слышал там есть специальные души для велотуристов и места для палаток поэтому все достаточно хорошо организовано и следующем году откроется участок там до переправы в конакола то есть будет открыто уже в общей сложности где-то наверное километров 70 может быть даже больше и это уже считайте маршрут на один день то есть будет очень интересно съездить посмотреть что в итоге получится и у меня на самом деле очень большие надежды на этот проект потому что в истории вообще нашей страны такого никогда не было то есть начали создавать между городскую велоинфраструктуру и причем там один участок даже проходит вдоль вдоль той дороги по которой мы ездили от селиера до твери по крайней мере сейчас планируется там прокладывать велодорожку и если там проложит что будет достаточно интересно еще раз пройти проехать по этим местам скажем так поностальгировать что в общем да достаточно интересный проект не вела 1 дает очень большие надежды но вот как раз ты упомянул про рентабельность вообще проекта да и закончить его вообще тут все зависит от организатора и инвестора а инвестор здесь роман абрамович известный олигарх и если ему это будет рентабельно то он будет продолжать это все дело делать если не рентабельно то он скорее всего потом просто это все бросит и это все останется в таком незавершенном виде а как определяется рентабельности вы понимаете что велодорожка она как бы из пустого места не возникает весь этот проект должен как-то окупиться и все магазины которые будут располагаться на этом маршруте но не только магазины да в принципе все душевые кемпинги это все будет платными услугами которые должны по идее потом окупить этот проект и уйти в плюс если нормальную не дадут аренду малому бизнесу до которые не захотят туда садиться и если цены будут прям сильно сильно завышены то скорее всего этот проект не окупится в будущем вот но я очень надеюсь на наших состоятельных финансовых велосипедистов что они будут там часто ездить тратить там деньги инвестировать в этот проект чтобы потом возможно в будущем сам абрамович и организаторы другие поймут что это очень рентабельно начнут это дальше развивать и делать так что какие то вот такие мысли поэтому ребята все в наших руках но не конкретно в наших а у тех у кого есть деньги те кто готов проехать по этому маршруту без самообеспечения полагаясь чисто на сервисы которые предоставляет вела 1 так ну ладно давайте уже близится к завершению расскажу про свой последний пункт и это уже будет не что-то хвалебное разочарование на наверно года да я купил новые белые ботинки от специалист они называются райм 1 и в чем главное разочарование что они вроде бы когда ты их меряешь магазине они нереально удобные они очень мягкие они дышащие и это все прекрасно но разочарование наступило именно в последнем походе на селигер первый же день я столкнулся с огромным минусом что эти ботинки вообще никак не держит влагу мы шли утром было наверное часов 6 утра в лесном участке была роса очень высокая трава и сколько мы там прошли около километра наверное да не думаешь чуть побольше ну около двух километров до возьмем за два километра у меня хлюпали ноги в этих ботинках ну то есть позиционировать их как туристические тире мтбшны это очень странно потому что мтбшники они тоже катаются иногда в достаточно мокрых условиях если идет дождь даже если вы просто едете по мокрой дороге после дождя и от колес летят брызги на эту обувь то у вас промокают ноги это дикий недостаток и кататься в сколько-нибудь сырых вообще условиях в этих ботинках невозможно нужно брать с собой белобахилы и второй большой недостаток то что они оказались достаточно нежными у них на носу самой обуви такое полукожанное наверное покрытие может быть дермантина пластиковое какое-то такое ну короче как твердая кожа типа того твердый кожа может быть он очень нежный за один поход за шесть дней я уже словил столько коцак что вот это покрытие она начала облизать и это прям неприятно может быть будущем я как раз сниму обзор после там полугода или года эксплуатации но для меня эти ботинки за их стоимость а стоят они без скидок практически 10 тысяч рублей я считаю что это прям реальное разочарование они вообще не стоят этих денег и для туризма эти ботинки я бы не советовал вот так с другой стороны я чуть-чуть пораньше чем саша купил себе тоже контакты от этой же фирмы только версию рай 2.0 они соответственно стоили немножечко подороже там немного другие материалы и технологии изготовления и в принципе по качеству не тоже немного получше то есть в отличие от саши за те же два километра если у саши хлюпали ноги у меня ну наверное немного промокли носки и то не полностью то есть в принципе моя обувь держит влагу еще ну более менее в сравнении с обычными какими-нибудь кроссовками это уж точно небо и земля вот но недостатки все-таки тоже есть касаемо материала я с сашей соглашусь только в моем случае у меня немножечко облезла ткань именно вот в том месте где вы как раз таки вставляете ноги в саму обувь и причем только на одном ботинке то есть не знаю у меня может быть просто как-то нога что ли в нем криво сидит ну не знаю с чем это связано в общем у меня там ткань прям очень сильно обрезала ну а так в целом у меня особо к ним нет претензий то есть они без скида конечно стоят тоже 15 тысяч и уж не знаю стоит ли они своих денег потому что мне особо сравнить нечем это мои первые контакты но я уже решил если покупать контактную обувь то надо прям брать хорошую сразу же и поскольку других вариантов как такой туристической контактной обуви не нашел вот взял такие не то чтобы я своей моделью прям полностью разочарован но недостатки конечно такую цену все-таки довольно существенные я думаю мне просто есть еще с чем сравнить я до этого пользовался вообще такой эндуровской обуви так скажем тоже контактный от фирмы элит по мне называется dbx 4.0 если мне память не изменяет не знаю продаются они сейчас или нет но они с точки зрения туристических свойств были намного намного лучше единственная причина по которой я заменил вообще в принципе контактную обувь это потому что у меня на вандере с ней был оверлап с крылом у эндуровский ботинок у них есть такая большая ставка в носке жесткая достаточно и она уберегает ваши ноги от того чтобы они не страдали если вы что-то врежетесь и эта вставка она занимает место получается на спешлайдовских ботинках у меня нет оверлапа если надеваю литовские ботинки у меня кое-где я цепляюсь за крыло что меня разочаровало и поэтому я их собственно и заменил в остальном лит они намного лучше они лучше держат воду они вода не проникнуть не то чтобы прям вода непроницаема они очень хорошо влагостойки по крайней мере к дождю так уж точно и сколько я раз ездил я практически никогда не прибегал к бахилам был только один раз в романских горах когда я в них промок но тогда мне пришлось игорю отдать свои бахилы защитные потому что он тогда вообще ехал в каких-то тоненьких кроссовочках он сто процентов промок вот так в принципе вот по сравнению с литами спешила из это конечно для меня полное разочарование я скорее всего в новом году уже буду искать что-то другое вот ребят спасибо большое за то что послушали этот здоровый подкаст мы все-таки не смогли нормально уложиться и опять ушли полтора часа ну ничего не поделаешь давно не виделись столько всего нужно обсудить поздравляю вас с наступающим новым годом точнее мы все наверное да поздравляем с наступающим новым годом и я игорь и ваня и хотелось бы напомнить чтобы вы не забывали во вконтакте голосовать за нашу номинацию туринг года в которой мы уже второй год подряд выбираем лучшие туристические там гравийный велосипед и по всем этим критериям потом загружаем их в альбомы то есть это наша такая маленькая номинация поэтому хочется чтобы в ней проголосовала как можно больше людей поэтому обязательно приходите вконтакте и голосуйте опрос продлится до вечера 31 декабря ну и спасибо большое вам за прослушивание ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на другие наши социальные сети и всем пока всех с наступающим наступающим